Есть предложение неочередного. 58-е заседание Саратовской областной думы считается открытым. Доходы областного бюджета на 2020 год увеличены на общую сумму 836 миллионов рублей. Зачет дотации на поддержку меры по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в сумме 160,5 миллионов рублей. И целевых средств в общей сумме 675,5 миллионов. Приобретение, которое направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 91,1 миллионов рублей. На оснащение медицинскими изделиями лабораториями от организаций, осуществляющих диагностику новой коронавирусной инфекции в размере 15,7 миллионов. 91 миллион на самом деле выступили. Медицинскими организациями в следующий момент уже заключаются контракты. Время, они уже заключены на все 91 миллион. Единственное, поставка медикаментов началась с вчерашнего дня. С вчерашнего дня по решению участковых терапевтов медикаменты выписываются уже пациентам и раздаются. У нас уже, я думаю, в интернете уже везде есть фотографии о том, что мы уже эти медикаменты раздаем. Я по поводу принимаемой счастья по праву законы. Я считаю, что это принимать надо, потому что они действительно очень важны на сегодня. И в принципе я приехала на Думы только из-за того, чтобы поддержать этот законопроект. Но я уже нашла, что в этом не дают слово. Я все-таки хочу сказать, причем мне сегодня вообще стаяние то, что, которое было перед Думой, мне непонятно. Я понимаю, что сегодня у нас идет война между двух фракций. Коммунистами и единой Россией. К чему сегодня меня зажали, и я еле вошла в Думу. Я понять не могу. Справедливая Россия ведет себя достойно. По поводу того, что мне господин Воробьев говорит, что приезжайте на полчаса раньше с фракцией Единой России. Вы мне любите, я работаю, кроме всего прочего. Зарабатываю деньги для того, чтобы они пополнили бюджет. И здесь депутаты, освобожденные, освобожденные, получали зарплату, как и многие здесь бизнес, которые работают. Мы на вас работаем. Прозвлите мне время, я редко... Поэтому мне не надо советовать приходить за тот человек, что у меня этого времени нет. Потому что у меня есть работа основная. Это второе. И третье, я хочу сказать, да, я напишу заявление вам за одно комиссию. И разберитесь, пожалуйста, почему вы меня не пускаете в Думу? Четвертое. Я второй раз в этих стенах делаю заявление. Областная Дума, и эта массация его не тенеспособна. Она должна быть распущена. Ни фракция Единой России, ни фракция КПРФ работать не способны. Поэтому давайте все-таки вернемся к этой теме и поставим этот вопрос. Продолжение распустить. Здесь думают, что спалить, наверное, надо было давным-давно, не то, что закрыть. Вераин Михайлович, а вы говорите, сюда можно заходить и нормально работать. Меня трясет уже. Я каждый день только и занимаюсь, что у него укладываю людей и выщу лекарства. Когда тут работать-то? Как бы мы не могли предугадать? Это ваша работа, господа финансисты, министры. Ваша работа просчитает. Было, что не будет хватать лекарств, что не будет хватать коек. Почему нельзя просто в аптеке поставить, сделать государственную аптеку? Не выходить отсюда министерством, не выходить отсюда депутатам, пока не будут подписаны все бумаги. И принято решение о создании государственной системы аптек для распространения через них всем, кому надо этих лекарств. Теперь цены еще шаг, еще планируют раздавать их по решению врача, как называется, когда выписывают лекарства. Да, по рецептам. Вы понимаете, теперь эти рецепты надо еще подсказать, штампики поставить. Потому что в Москве есть все, потому что там боятся, будто боятся революции. В Москве есть и лекарства, и КТ, и койки, и лечат, и врачи все есть. Только что мой коллега приводил пример, что целыми днями занимаются тем, что устраивают пациентов, больных людей в больнице, там, где хотя бы действительно остались врачи. И я не отличаюсь от него. Только помимо тех, кто болеет ковидом, еще приходится заниматься решением вопросов тех больных, которые не болели ковидом, но у них случилось несчастье, они заболели другими болезнями. И нету больных сегодня, которые принимали бы людей не с ковидом. Уважаемые коллеги, сегодня, конечно, фракция ДПР выступает за открытие сети государственных аптек, но и направлено письмо и губернаторам, но и направлено письмо в согласительную комиссию, связанную с выделением денежных средств, в срочном порядке на выделение государственной сети аптек. Ну, хотя бы в каждом районе по одной. Ну, не могут люди из Ивантеевка, из Ершова, из Галининска приехать в Саратов и пробежаться по всем аптекам в поиске необходимых лекарств. Там их точно нету, и там они не появятся. Вы только вдумайтесь, ведь у нас лекарства это заступает государство. Государство. И проблемы с обеспечением лекарств лежат на этой виновине государство. Потому что у нас 1 июля была видна маркировка, к ней никто не готов был. Все говорили о второй волне, но никто этим не занимался. Ни партия большинства, потому что она имеет власть, ни сама власть. Поэтому у нас сегодня такая ситуация. Возможно, все проблемы мы бы не смогли решить. Но снять проблему маркировки, и чтобы лекарство вовремя было в аптеках, мы это могли решить. Очень хорошее начинание, что мы сегодня сможем хотя бы компенсировать как-то нашим гражданинам тех, кто лечит облаково на дому. Это очень хорошее начинание. Его нужно делать, но его нужно было сделать гораздо раньше. И разводить руками о том, что мы не ожидали, что будет такая волна, а ты к судам, на что будет это ожидать? Дмитрий Михайлович, мне кажется, что вам никто не мешает сдать мандат, если вас что-то не устраивает. Сдайте мандат, и все ваши вопросы будут закрыты, которые вы нас призываете в третий раз. Коллеги, что касается бюджета, я понимаю, что все современные политики, с учетом современных технологий, соцсетей, сейчас попросту хайпуют на теме, злободневной теме, реально сложной теме, обеспечения лекарств, здоровья наших людей. И это непростая и нелегкая тема. Но тут в наш адрес, в адрес партии говорили разные претензии, но хочется сказать, что а кто сейчас строит поликлиники, а кто сбрасывается на инфекционный центр? Коллеги, а вы-то где? Хочешь сказать, что кричать-то очень легко, но а делать-то кто делает? И, вы знаете, мне кажется, сейчас очень хорошо подходит сравнение, что сейчас идет война. Война с ковидом. А что делали на фронте с паникерами? Кто знает. Их просто расстреливают. А панику здесь устраиваются. Но это к чему мы придем? Сегодня фракция «Единая Россия», но я лично отдам своему водителю и машину, чтобы он занимался вместе, развозил, помогал разводить врачей к пациентам. А вы что сделали? Хочется вас спросить. Давайте помимо того, чтобы кричать «Карбекова», спросите, у кого нет машины, «Алешка там». Есть какая-то доля истины в словах Зинаида Михайловна. Если у нас уже скоро с детства садик, наверное, будут приводить людей и выдавать им мандат и значок депутата областной думы. Вся проблема в том, что в Думу приходят люди, которые не имеют жизненного опыта, не понимают, зачем они сюда пришли. А приходят, Иван Ильич правильно сказал, хайпануть вот здесь вот. В нашем случае на горе людей, на беде людей. Хайпануть, сказать, вот я какой защитник. Не понимаю суть проблемы. Я долго не буду выступать, скажу только одно. Вот три года прошло, а мы так и не научились друг другу слышать. Вот в этом вся проблема. Вот молодые рвут прямо в клочья, потому что скоро же опять выборы. А они ничего не умеют. Не зарабатывать, о чем, Зинаида Михайловна говорит. Они могут вот здесь только штаны протирать, получать серьезную зарплату. И панически боятся, что они не попадут на следующий, следующий. Садыка не получит такой кусок бюджетных средств на свою зарплату. Но машину я отдам машину. Еще раз призываю, давайте слушать друг друга, прислушиваться. Уважаемые депутаты, предлагается принять проект закона за основу. Прошу вас голосовать. Проект принимается за основу. Писанных поправок не поступило. Кто за то, чтобы принять закон в целом, прошу вас голосовать. Закон принимается в первом и во втором чтениях.